Первую бариатрическую операцию по резекции желудка сделали сегодня в Чувашии. Такое вмешательство показано людям с большим индексом массы тела, которые по разным причинам не могут похудеть и удержать вес самостоятельно. Операцию провел хирург из Москвы. За его действиями наблюдали местные специалисты и наша съемочная группа. Марина Кокарева с лишними килограммами борется всю жизнь с переменным успехом. Сейчас цифры на весах почти в два раза больше, чем идеальный вес при ее росте. Я никогда не была очень стройным человеком. И всегда были мысли как-то скинуть вес. Были какие-то диеты, попытки. Все это было похудеешь, поправишься, похудеешь, поправишься. Это же надо пожизненно полюбить эту брокколи. Но сейчас уже с возрастом начали появляться проблемы со здоровьем. Соответственно, начали как бы вены, ноги, сахар скакать, давление. Когда эндокринолог рассказал ей о возможности бариатрической операции по рукавной резекции желудка, согласилась. Раньше в Чувашии подобное вмешательство не делали. Сегодня провести мастер-класс для чувашских специалистов и прооперировать двоих пациентов. Приехал кандидат медицинских наук, бариатрический хирург из Москвы Евгений Зорин. Пациенты, страдающие избыточным весом, пытаются как-то модифицировать свой образ жизни. Потом подключаются диетологи. В некоторых случаях пациенты обращаются к психологам, приходят к эндокринологам. Есть определенные формы ожирения, определенные степени ожирения, которые осложняются развитием метаболического синдрома. Это сахарный диабет, это артериальная гипертензия, это проблемы с жировым обменом, которые неэффективно лечить нехирургическим способом. Это не косметология, это именно хирургия заболевания. Рукавная резекция называется потому, что во время операции хирург формирует из желудка тонкий рукав около сантиметра в диаметре и объемом около ста миллилитров. Остальная часть удаляется. Суть операции заключается в том, чтобы помочь человеку на определенном этапе, когда он уже сам не может себе просто сконтролировать, уменьшить всасывание пищи или чтобы человек быстрее наедался. Пациент, у которого индекс массы тела 40 и выше, а это вот оба наших пациента такие, они смогут похудеть самостоятельно, конечно же, употребляя супернизкокалорийную пищу и занимаясь постоянно физической нагрузкой. Но только когда они вернутся обратно в социум и перестанут этому посвящать свою жизнь, они обратно поправятся. Жить людям ради того, чтобы худеть, крайне сложно в социальном аспекте. По данным Минздрава, в Чувашии около 30 тысяч больных с сахарным диабетом. Половина из них страдает серьезным ожирением и имеет показания к бариатрической операции. В недалеком будущем их планируют поставить на поток в Чувашии. Я думаю, что с помощью наших коллег московских это подтолкнет развитие бариатрической хирургии именно в Чувашии. Мы сможем, а тем более наша больница располагает всеми возможностями для проведения этих операций. То есть и кадры, и расходные материалы, и оборудование. Проводить операции будут по квотам программы «Высокотехнологичная медицинская помощь». Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Продолжение следует...